Абдулла 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 заявлял о фальсификациях в голосовании во втором туре выборов в пользу своего соперника Ашрафа Гани. Во вторник Абдулла имел беседу с уходящим президентом Хамидом Корзаем, сообщил офис афганского лидера. Общественный совет Таджикистана, возглавляемый президентом Эмамали Рахмоном, инициировал новый проект «Национальный секуляризм и религиозный фактор в условиях секулярного государства». Проект поддержан ОБСЕ и подразумевает регулярные обсуждения экспертами и аналитиками проблем религии, рост ее влияния на общественное сознание, пути защиты национальных ценностей перед лицом различных угроз, в том числе в религиозном аспекте. Первая встреча экспертов состоялась сегодня в Душанбе. В общественный совет Таджикистана входят 86 неправительственных организаций и политических партий, в большинстве поддерживающих политику президента Рахмона. В Исламабаде митингующие сторонники лидеров оппозиции Имрана Хана и Тахира Улькадри продолжают акции протеста, требуя отправить в отставку премьера Наваза Шарифа, которого они обвиняют в коррупции и других нарушениях закона. В понедельник Верховный суд Пакистана постановил, чтобы инициаторы акции и правительства пришли к компромиссу, и так называемая «красная зона города», где расположены правительственные здания, парламент и посольства, была освобождена. Но демонстранты не собираются расходиться. В столице Афганистана Кабуле Министерство по делам женщин проводит трехдневную конференцию по вопросам ограничения чрезмерных расходов при проведении семейных торжеств и других значимых церемоний. По словам организаторов конференции, в стране наблюдается негативная тенденция устраивать пышные торжества, преподносить щедрые подарки, из-за чего многие вынуждены влезать в долги. В Алматы погорельцы устроились во временном лагере во дворе сгоревшего дома. Пока не выявлены причины пожара 15 августа в двухэтажном доме по улице Щербакова, люди вынуждены ютиться в юртах, палатках или шалашах. Помощь приходит от простых граждан, которые приносят продукты, одеяло и другие необходимые вещи. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok